Текущее событие в Украине и мире анализируем сейчас с советником руководителя офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Приветствую, приветствую. Начнем нашу сегодняшнюю беседу с ситуацией на фронте. Авдеевка, Купинск. Очевидно, что показать результат, взять нахрапом нашу оборону российской армии не удалось, о чем свидетельствуют колоссальные потери россиян. Валерий Залужный на передовой. Веский аргумент для мотивации для наших защитников. О чем говорит смена риторики Путина в этом контексте? От спецоперации до активной обороны и вот теперь война так война. Да ни о чем, собственно. Путин просто признал то, что все понимали, что он совершил большое преступление. Это преступление агрессии, то есть, собственно, развязал войну, не спровоцированную войну против суверенной страны. Цель которой уничтожение гражданского населения, цель которой уничтожение гражданской инфраструктуры, масштабные удары. По гражданской инфраструктуре захват территории, то, что удастся и так далее, и тому подобное. И применение геноцидных практик, этнические чистки, или там, вернее, чистки по принципу государственной принадлежности. То есть, Путин просто перестал маскировать, придумывать какие-то причины, которые оправдывают столь масштабные преступления военные. Он понимает, что если эту войну доведет до конца в рамках, ну, имеется в виду, если он сохранит за собой хотя бы часть оккупированных территорий, он не будет считаться проигравшим лицом и, соответственно, никакой ответственности не будет нести. Если он проиграет эту войну, то, в принципе, я думаю, что никаких шансов ни у него, ни у представителей его ближайшего окружения сохранить в неприкосновенности свою юридическую чистоту не удастся. Ну, а теперь о другом заявлении Путина. Вот, получается, лидер страны-агрессора, которая вторглась в соседнее государство, оккупировала территории, продолжает убивать людей, сейчас заикнулся о неких мирных переговорах. Уже сам факт, да, о многом говорит, но очевидно, что Путину нужна пауза в войне, не дать этого сделать Путину на поле боя, это гарантирует вооруженные силы Украины. А готовы ли наши союзники не допустить этой паузы в политическом, экономическом, санкционном смысле? Хороший вопрос. Дело в том, что Путин не первый раз говорит о переговорах, только тут надо сразу четко определить, что он не предлагает переговоры, он предлагает капитуляцию Украине в том или ином виде. То есть в любом случае, если, еще раз подчеркиваю, Российская Федерация остается на оккупированных территориях, это будет означать, что мы проиграли войну. Это очевидно, и нужно это признать, понять и так далее. Потому что Россия в таком случае не пойдет на трансформацию, и, соответственно, будет дальше вкладывать деньги в милитарный компонент, в террористический компонент, в пропагандистский компонент, и будет добивать Украину через какое-то время тем или иными инструментами. Что касается наших партнеров, то есть для нас здесь нет диспозиции слушать Путина, во-первых, а во-вторых, верить ему. То есть это человек, который всегда нарушает те или иные договоренности, и мы свидетели этого неоднократно уже были. Вторая составляющая, что касается партнеров. Сегодня на днях было блестящее выступление господина Байдена, который четко зафиксировал, что на самом деле поддержка Украины — это та цена, которую мир должен заплатить, обязательно должен заплатить для того, чтобы жить в предсказуемом мире. То есть в том мире, где есть правила, где есть международное право, где есть конвенции и так далее. И если эту цену не заплатить, то завтра этого мира не будет, то завтра будет доминировать мир, который хочет построить Российская Федерация, которая уже построила такой, скажем так, скелет террористического альянса, или альянса зла, как можно назвать. И в этом мире будет доминировать насилие, убийство, абсолютное отсутствие правил, хаос и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что вот это выступление господина Байдена очень четко ставит правильные акценты в этой войне. То есть четко заявлено о том, что Украина должна обязательно выиграть, а Россия должна обязательно проиграть. И, соответственно, опять же, для этого абсолютно правы, нужно увеличивать объем военной помощи, исходя из того ресурса, который есть в России. И Россия тоже, кстати, рыскает по миру и ищет везде, где только может, тоже Северная Корея, например, ищет дополнительный снаряд и так далее. Это говорит о том, что санкции должны быть более чувствительными, более жесткими. И, несомненно, Россию нужно изолировать от остаточных глобальных экономических рынков, на которых Россия до сих пор присутствует. Что, соответственно, нужно более интенсивно работать и информационно, и дипломатически, для того, чтобы позиция, вот эта, скажем так, абсолютно отвратительная позиция России была понятна всем странам, не только те, которые входят в проукраинскую корицию, но и в более широком контексте. Ну и важно, конечно же, понимать, что Россия в таком виде, если она продолжит существование, она будет притягивать к себе страны с режимами, которые заточены на агрессию. Мы с вами видим на Ближнем Востоке, мы с вами видим на Африканском континенте, что происходит, и это будет только масштабироваться. Как известно, кремлевский диктатор пытался что-то говорить для прессы во время поездки в Китай. И очевидно, что в КНР Путина мало заботило развитие китайского инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь». Ему бы сейчас пристроить, да, российские энергоносители, от которых отказалась Европа. И не зря взял с собой глав Газпрома и Роснефти. О результатах, как говорится, пока не сообщают. Но вот насколько, Михаил, Пекину сейчас выгодно держать Москву вот на таком, на роли просителя, скажем так? Безусловно, между Китаем и Россией сейчас пропасть. Китай – это действительно глобальный игрок. У него свои интересы, они большие, стратегические интересы. Россия в этих интересах вписывается именно как субъект на коротком поводке, которого можно использовать для тех или иных пропагандистских операций или для тех или иных решений каких-то локальных задач. На самом деле, результаты очевидны. Путин не то, что не подписал что-то конкретное, он даже не уговорил Китай поддержать концепцию «Сила Сибири-2», то есть дополнительные газопроводы, которые должны были бы переориентировать все ресурсные возможности России на азиатский рынок. Китаю это невыгодно, потому что Китай, еще раз подчеркиваю, точно понимает, что делать Россию монопольным поставщиком сырья – это дорога в никуда. Да, мы помним то, что Германия пошла по этому пути в свое время, допустив фундаментальную ошибку, позволив России доминировать на центральном североевропейском рынке газа. Китай действительно всегда исповедует политику дифферсификации поставок. Соответственно, у него есть очень много поставок с арабского региона сырья, и таким образом, конечно, зависеть от России ему невыгодно. Ну и кроме того, Россия сегодня имеет такую репутацию на глобальном рынке, что, безусловно, ее можно использовать только в максимально грязных каких-то инициативах, не более того, там, где Россия, там всегда сразу будет плохое отношение к любым проектам, где будет сегодня присутствовать Россия. Ну и кроме того, давайте объективно, а что Россия может предложить Китаю? Смотрите, это отсталая, нетехнологическая страна. То есть она не может Китаю предложить главное, она не может предложить Китаю доступ к технологиям. Но Россия сама ворует технологии, Россия сама ее где-то там пытается как-то адаптировать и так далее. Второе. Россия — это нетранзитивная уже страна. Россия полностью изолирована, практически полностью уже изолирована от западных стран, от ключевых рынков, которые интересны Китаю. И, конечно же, использует Россию как транзитивную страну, но бессмысленно и так далее. Россия интересна. Китай может быть территориально, но там большие территории незаселенные есть, конечно же, ресурсно. В каком-то степени, если Китай сам контролирует эти ресурсы. Ну и с точки зрения вот той агрессии, которую Россия демонстрирует сегодня на внешнем рынке, потому что Китай пока только наращивает свое глобальное присутствие. Ну то есть превращается во все более весомого глобального политического игрока. Не только экономического, но и политического. Поэтому, на мой взгляд, потенциалы влияния Китая и России несопоставимы. Россия — это на сегодняшний день маленькая страна-карлик. Ну территориально большая, но страна-карлик по влиянию на глобальные политические процессы. Чего, конечно же, не скажешь о Китае. Китай гораздо более весом, гораздо более деятельен и гораздо более влиятельен. Ну и еще одна тема, по которой хотелось бы услышать ваше мнение. Смотрите, ситуация следующая. Боевики Хамас во время атаки на Израиль демонстрируют образцы западного оружия, которое якобы предназначалось Украине, но было похищено, продано в другие руки. Как аргументированно можно опровергнуть подобные инсинуации? Насколько прозрачны поставки западного оружия в Украину? Как происходит контроль? Что, когда и куда поступает? Ну, вплоть до того, что где и на каком участке фронта это оружие могло быть затрофеено противником, ну и впоследствии попало в руки Хамас. Мы сейчас перейдем к тому, как построен контроль. Сначала я задам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот Хамас, например, с какой целью демонстративно показывает западные образцы оружия? И демонстративно, еще раз подчеркиваю, говорит, смотрите, мы их где-то взяли. Мы их взяли там или там. То есть ты террористическая организация, ориентированная на Россию. И вдруг ты выходишь, потому что любая террористическая организация, ну не будет она, условно говоря, рассказывать публично, заниматься промоушеном оружия. Вот оно есть и есть, она его использует и использует. Но здесь мы видим абсолютно четко поставленный, сценарно продуманный информационный план. То есть они делают показательное выступление с точки зрения сказать, расставить акценты. Уже само по себе вот эта попытка Хамас сказать, что мы тут используем западное оружие, а получили оружие из Украины, оно четко говорит о том, что это постановочная составляющая. Еще раз подчеркиваю, террористы не заявляют о том, что они где-то взяли оружие и так далее и тому подобное. А если заявляют, то единственная цель этого — это дискредитация в рамках договоренностей с Российской Федерацией. На самом деле контроль над поставками тяжелой техники чрезвычайен. Контроль и онлайновый, контроль и непосредственно на месте и так далее. Наши партнеры, с учетом того, что сегодня можно отследить любой военный инструмент, большой имеется в виду масштабный военный инструмент в любом месте, где он находится, используя и системы дистанционного наблюдения, и системы непосредственного наблюдения, и онлайн-мониторинга и так далее. То есть у нас с партнерами в этом плане абсолютно четко построена система, еще раз подчеркиваю, отслеживание, где какой военный инструмент, переданный нам нашими партнерами, находится. И поэтому, собственно, никто не реагирует на эти заявления Хамаса. Это достаточно примитивная, опять же, пропагандистская технология, которую применяет Российская Федерация. Я, честно говоря, все время этому поражаюсь, потому что Россия демонстрирует максимальную отсталость в наработке таких пропагандистских ходов. То есть они примитивные, они не соответствуют 21 веку, они не соответствуют сегодняшнему развитию технологий, сегодняшнему развитию мониторинговых систем и так далее и тому подобное. Поэтому я бы на это не обращал внимания. Другой вопрос, намного более важный. На сегодняшний день нет ни малейших сомнений, что за террористическими атаками Хамас, которые, собственно, спровоцировали все те последствия, которые мы видим на Ближневосточной территории, они, несомненно, скоординированными в Тройственном союзе Россия, Иран и Хамас непосредственно. Россия — это оружие финансы, то есть через Россию идет и финансирование. Это, кстати, в том числе и возможность проведения информационных кампаний, потому что многие сервера, которыми пользуется Хамас, сегодня находятся в зоне Российской Федерации. Это и, собственно, консультационные услуги, и разведданные, и, безусловно, построение стратегии вот такого, скажем так, многопользовательского синхронизированного удара, когда есть одновременные и традиционные удары ракетами кустарного производства, и нетрадиционное применение большого объема дронов, и нетрадиционное применение ударов по военным базам, предварительно исследованным при помощи радиоэлектронного слежения, и одновременное отвлечение внимания максимально манифестными ударами по гражданскому населению в 14-16 населенных пунктах. То есть все это разработано Российской Федерацией, профинансированные Россией Ираном, оружие передано Ираном в том числе и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это настолько все очевидно. Ну и дальше информационное прикрытие, которое мы видели в этом плане, то есть последующие заявления «мы не атаковали гражданское население, мы не убивали», но при этом в течение первых суток, наоборот, бесчисленное количество видео, жестокости, которую демонстрировал Хамас на территории Южного Израиля. Все это говорит о четкой тройственной работе Ирана, России и Хамаса. Я бы даже в этом контексте вспомнил цитату генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что оружие в Украине никуда не уходит ни по каким коррупционным схемам, и яркое свидетельство тому – это успехи вооруженных сил Украины на поле боя. Ну и продолжаем ближневосточную тему. Вот прошло уже две недели после Черной Субботы. Что бы вы ответили тем, кто рассчитывал, что нападение террористов на Израиль снесет на второй план войну в Украине и в информационном поле, и в плане предоставления нам военной помощи? Давайте начнем с информационного поля. Конечно, оно изменилось. Безусловно, как только появился глобальный кризис, вернее, еще одна точка в глобальном противостоянии на Ближнем Востоке, она перетянула на себя частично внимание. Это несомненно. Вы помните, когда начиналась война в Украине, точно так же в течение первых дней, первых недель практически все первые полосы были заполнены сообщениями о событиях, которые проходили в Украине. Это понятно, потому что по этому принципу работают медиа глобальные. Но, тем не менее, тема Украины... И тут я перехожу к главному, к политической составляющей. Вот все то, что мы видим сегодня на Ближнем Востоке, чуть ранее в Африке, это является непосредственным продолжением той, скажем так, войны, которую затеяла Россия против глобального миропорядка, против фундаментальных правил общежития в современном мире, затея войны в Украине. Несомненно, первопричина всего, что мы видим, нарастающего хаоса, нарастающего обилия конфликтов на разных уровнях, это война в Украине. Она, безусловно, первопричина всего. И, соответственно, если мы хотим остановить нарастающую волну эскалации в разных регионах, то, конечно же, нужно убирать первопричину, убирать Российскую Федерацию. И, кстати, я имею в виду убирать тот политическую систему, которая сегодня доминирует в России, ну и отправить России на трансформацию необходимо. Что здесь важно? Это понимаем уже не только мы, это понимают многие наши партнеры. Абсолютно еще раз сошлись на выступление господина Байдена, где как раз-таки об этом четко заявлено, о том, что первопричина — Россия. И, соответственно, для того, чтобы мы вернулись к определенным правилам, к определенной предсказуемости, к определенной стабильности, нам необходимо продолжать поддержку Украины во всех смыслах этого слова — информационно, дипломатически, консультативно и, главное, военным способом, ну и финансово, конечно же, для того, чтобы Россия проиграла эту войну. И поэтому нет ни малейших признаков того, что будет переключено внимание в полном объеме на ближневосточный конфликт только, что Украина останется в своей войне с Россией где-то на задворках. Нет. Наоборот, на мой взгляд, война на Ближнем Востоке как раз-таки актуализировала важность поддержки Украины. Потому что, еще раз подчеркиваю, Россия — автор вот этого условного альянса террористического, условного альянса зла. И если Россию не остановить, то, в принципе, таких кризисных точек будет все больше и больше. И не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах они будут появляться, несомненно. Михаил, сначала полномасштабного вторжения России в Украину, наши союзники, пусть и медленно, но в итоге все-таки успешно, да, создали и танковую, авиационную коалицию, то же самое произошло и в вопросе предоставления нам средств ПВО. Причем наблюдалась такая тенденция. Один из наших западных союзников делает первый шаг, а затем все идет по принципу снежного кома. Так вот, Атакамс уже в Украине и уже результативно работают. Когда очередь дойдет до Таурусов? Ну, давайте подождем немножко, да, все-таки переговоры везде идут, но я бы сказал следующим образом. Не то, что лавинообразно, по тому или иному виду оружие начинается помощь стран-партнеров. Каждая страна для себя определяет приоритеты, в рамках которых она хочет оказывать помощь, в том числе военную помощь. Германия — это большая страна, которая оказывает нам существенную на сегодняшний день военную помощь. Германия для себя приоритетом выбрала чрезвычайно важное направление — это закрытое небо. То есть Германия пытается все сделать для того, чтобы уменьшить влияние России за счет ракетных ударов и дроновых ударов по объектам критической инфраструктуры, по гражданскому населению и так далее. Германия идет по пути увеличения поставок нам мобильных и стационарных систем противоракетной и противовоздушной обороны, тех же Патриотов, тех же Гепардов, тех же Айрисов и противоракет к ним. По-моему, это очень неплохой сегодня получается такая синергия. Каждая страна определяет приоритетное направление, где она будет наиболее эффективно помогать. Нам Германия для себя выбрала, опять же, еще раз подчеркиваю, закрытое небо. И, соответственно, это тоже чрезвычайно важно. Это приоритет номер один на сегодняшний день. Что касается поставок, вообще в целом, если мы говорим о поставках техники, к сожалению, вы должны понимать, что мир, он гуманистичен. То есть те страны, которые входят в коалицию, проукраинскую коалицию, они все время думали о том, что войны подобного типа, которые мы сегодня видим в Украине, невозможны по определению. То есть что такого типа война в 21 веке недопустима и так далее. И им тяжело отказаться от этого, скажем так, гуманистического внутреннего ощущения, что мир должен идти все-таки через диалоговые формы, ну или устанавливаться через диалоговые формы. И, конечно, им тяжело понимать, что передача техники, ее нужно ускорять и так далее, и тому подобное. Потому что они в какой-то момент считают эмоционально, считают, что это может приводить к эскалации, к убийствам дополнительным и так далее, и тому подобное. Но сейчас мы видим, что они все более четко понимают главное. Российская Федерация — это не та страна, с которой можно садиться, о чем-то говорить. Российская Федерация пришла именно убивать. Об этом, кстати, сам субъект Путин заявил. Опять же, война — это война. То есть он как бы конкретно сказал, что действительно мы пришли в Украину максимально жестоко убивать граждан чужой страны. И, соответственно, наши партнеры сейчас понимают, что нужно дать инструменты защиты. Это не инструменты убийства встречного, нет. Это инструменты защиты своих семей, своих домов, своих территорий и так далее. Поэтому, в принципе, я вижу, что по поставке техники вот скорость принятия решений, скорость принятия логистики решений улучшается. Улучшается, и будем надеяться, что, в принципе, это будет до конца войны и выглядеть максимально эффективно. Ну и в завершении нашей беседы вот уже почти два месяца действует новый черноморский зерновой коридор. Не знаю, насколько его можно называть новым. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги, но и в том числе относительно альтернативных путей транзита украинской сельхозпродукции, ну, по крайней мере, в контексте интеграции украинской инфраструктуры в общеевропейскую. Можно подводить, безусловно, предварительные результаты. Альтернативный зерновой коридор говорит о том, что Украина абсолютно субъектна, в том числе в акватории Черного моря, что Россия не доминирует в акватории Черного моря, что у нас есть инструменты, которые позволяют отогнать российский оккупационный флот и не только из территориальных вод Крыма, но и, в принципе, отогнать подальше от того места, от тех коридоров, по которым идут наши балкеры, зерновые балкеры и так далее. Это является доказательным того, что многие страны готовы принимать деятельное участие в организации альтернативных коридоров и не зависеть от влияния того или иного типа шантажа, которым обычно пользуется Российская Федерация. Ну и, конечно же, очень важно, что Украина продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков зерна на глобальный рынок для того, чтобы более-менее стабилизировать цены, чтобы они там не росли и чтобы страны с низкими доходами имели доступ к дешевому зерну. Михаил, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Рады будем снова видеть вас в эфире Freedom. Нашим зрителям я напомню, что текущие события мы анализировали с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова